здравствуйте друзья очень очень часто задается вопрос в разных формулировках о том что человек собирается эмигрировать соединенные штаты что он хотел бы оказаться в айти конкретно в тестирование поскольку это как бы такая полочка а идти на которую легче запрыгнуть ступенька такая для начала и вот спрашивают пока я еще дома говорят они чем бы пока заняться в том смысле как лучше подготовиться и вот в частности передо мной вопрос который какое-то время назад задавал молодой человек из бердянска он говорит что они там бизнес такой курортный и там обычно было много отдыхающих из восточной украины и но в силу от понятных всем обстоятельств значит этот бизнес сейчас как бы подорванный и им тяжело приходится и вот он говорит что он говорит о том что думаю это бы миград эмиграции и у меня сразу ворох мыслей то есть вот живут себе люди и думают об эмиграции и еду самый главный вопрос которым при этом надо решить а как правда то есть до того как возникнет вопрос что я хотел бы быть войти а может быть пока для начала и трак драйвером поработать а может быть пока там суть до дела может я там еще бы чего поделал может настройки давайте и вот казалось бы стоит как-то грандиозная фундаментальная проблема решение которое вообще не сопоставимо по сложности и по важности со всеми остальными но вот он как бы следующим шагом он еще наверное не ответил на вопрос как эмигрировать хотя может быть у него есть ответ давайте может быть очень простенький он говорит вот там получу турвизу приеду подам на политическую убежище там и мне уже советовали там деньги адвокаты или он где-то на форуме видел дискуссию где посоветовали и так далее может быть может быть у него как бы такая достаточно прозрачная картина с этим не знаю насколько она реалистична но это неважно это как это путь это все процесс но как подготовиться я бы сказал так что тестирование является элементом абсолютно любого вида деятельности даже не обязательно инженерный то есть всякий раз когда человек что-то сделал в жизни это может быть рабочий который например там детальку точил на станке это может быть бухгалтер который отчет какой-то готовил там квартальный или месячный это может быть абсолютно любой человек который в какой-то момент говорит себе вот то что я сейчас сделал надо убедиться что это соответствует требованиям которые предъявляются вот вот к этому есть какие-то может быть отраслевые стандарты есть может быть какие-то рекомендации которые внутри компании может быть есть какие-то законы федеральные может быть есть какие-то международные там конвенции в конце концов вот когда вы допустим чертите что-то да значит есть стандарты на начертание элементов вашего чертежа и так далее я уже не говоря о том что чертеж должен быть технически правильным я помню первая вещь которая в жизни начертил это была схема электрическая ну такая электроника там было и и она была моим дипломным проектом ну часть этой схемы и потом я пришел в кб где это делалось на работу и чертежи должны были уйти в мастерскую на изготовление опытных образцов в принципе конечно на опытном образце тоже если что-то можно скальперем поцарапать проводочком там сверху перепаять ну конечно это уже никто не любит этим заниматься и мне шеф сказал миша сказал поскольку ты знаешь как работает эта схема давай-ка вот тебе кульман вот садись и начерти сам потому что если посадить человека который не понимает что эта схема делает он в одном месте точку не поставит там где двери не пересеклись знаете и дальше она в металле того же на печатной плате она уже не реализуется и так далее то есть к чему я говорю что я когда нарисовал эту схему значит а я ее три дня рисовал чертил чертил я чертил эту схему и я никогда в жизни ничего не чертил и даже в институте связи там формально есть какое-то машиностроительное черчение там два семестра но это так чисто на первом курсе там чтобы избавиться отделаться и дальше вот этот 50 человек отдел в котором я работал все пошли смотреть на мою на мой чертеж они видели что я за кульманом сижу но это молодой специалист только пришел думают как он там после этого 20 минут все ржали катались по полу значит там и хихикали и хохотали и я потом тоже понял что они так веселились то что я как бы все начертил как бы в силу в меру своего понимания но никаких стандартов я конечно не не соблюдал я их не знал просто но но все точечки там где надо я поставил то есть у меня как бы электрическая часть работала неплохо к чему рассказывал просто все что ты в жизни делаешь как инженер оно абсолютно все связано с тестированием тестирование это встроенный элемент программист пишет код так а кто же будет кто же будет ему говорить работает не работает правильно неправильно вот я читал где то что треть времени у программиста треть его времени уходит на то чтобы протестировать свой собственный код давайте тестер другим тестированием занимается после того как программист свое от тестировал уже тогда тестер подключается и дальше делать поэтому тестирование это очень естественный очень натуральный такой процесс который есть абсолютно всюду и сказать что допустим человек изучает тестирование это сказать не точно он тестирование как бы сказать переосмысливает перенастраивает на другую задачу а тестировал он всегда он сколько он сколько человек живет он все время тестировал что-то мне это напоминает знаете я когда еще в москве значит жил и там у нас был приятель который собирался ехать в израиль и он ходил на курсы иврита изучал иврит и для меня что тогда что сейчас иврит это такой как бы не европейский язык который наверное очень так мне кажется очень сложно учить я не знаю вот и я так выразил некоторые ну восхищение вот что товарищ учит там иврит и что это наверное сложно и он не сказал такую фразу интересную я понимаю что это не он сочинил и я понимаю что может быть ему это давалось гораздо сложнее чем так звучит в этой фразе но мне сказал еврей сказал он не изучает иврит а вспоминает его поэтому когда человек изучает тестирование программного обеспечения можно сказать по аналогии что всякий человек тестирование не изучает он вспоминает на самом деле он подстраивает он его перестраивать перенастраивает с той предметной области или нескольких предметных областей где он это раньше делал значит на 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 что-то еще причем программное обеспечение с точки зрения пользовательских навыков это ведь тоже не какая-то область абсолютно нам незнакомая тестировать программное обеспечение может только человек который является пользователем приличным чем более приличный пользователь тем лучше из него будет тест человек который первый раз увидел компьютер и программное обеспечение в связи с тем что он решил заняться тестированием не может в общем-то он быть тестером хорошим то есть ему надо приобрести пользовательский опыт он конечно может в параллель если у него есть много времени он как-то включится даже он с нуля если он разумный и активный но в сегодняшнем мире понимаете когда мы школу начали в девяносто четвертом году у меня через одного спрашивали ребята а можно брать этот курс без того чтобы дома был компьютер давайте в каком мы мире жили в девяносто восьмом там девяносто девятом я настаивал и как заставлял всех студентов чтобы они завели email потому что ты на рынок идешь ты не можешь искать работу без email это был вот девяносто девятый девяносто восьмой в 2000 уже они все приходили у у всех практически был email этим мы как пользователи за последние вот скажем 20 лет очень сильно выросли уже все пользуются социальными сетями но может быть там у него не 10 этих сетей но может быть две три у кого фейсбук там у кого как вконтакте у кого там twitter все работают с какими-то документами тогда или это будет там какой-нибудь google docs или это будет word или будет но я не знаю но должен на эту тему-то мы мы все пользователи поэтому когда мы говорим что тестирование изучать тестирование это фактически перенастроить те навыки которые у тебя были раньше на другую область это не абсолютно новая предметная область это область которой мы уже и так живем пойти вот так же как я вожу автомобиль я же не водитель профессиональный мне никто никогда и копейки не заплатил чтобы быть водителем я никогда не заканчивал каких-то коммерческих курсов чтобы водить какие-то там тяжелые траки там и так далее но мы же все водим мы же все там не заработаем с клавиатурой мы же все но что мы делаем все я еду по телефону звоним эти я как-то был во флориде и там я забыл в каком городе это было в общем первый отель чуть ли не самый первый отель в соединенных штатах где ввели электрическое освещение знаете вот не не свечка это было там сто с лишним лет назад электрическое освещение в этом отеле был человек работа которого состояла в том что он должен был прийти и зажечь электрический свет а сегодня мы ходим все и зажигаем электрический свет когда возникли пишущие машинки вот возникла профессия там скажем машинистки в основном мужчины кстати этим занимались переписчик в россии называлась переписчик вот эти переписчики в основном то были мужчины до того потом когда же машинки возникли уже пошло много женщин в это дело а до этого мужчины пером скрипели потом напишешь машинах начали потом вот женщины их начали вытеснять то есть а сегодня скажем работа на клавиатуре это общий навык такой такой же как вождение автомобиля сейчас все будет машина сейчас все печатают на клавиатуре сейчас все зажигают там электрическую лампочку этим телевизор там и так далее бытовые приборы значит возвращаясь к тестированию тестированием это такой общее технический навык который встроен в абсолютно любой вид человеческой деятельности и когда вы идете изучать там скажем тестирование программного обеспечения при условии что вы пользователь не не вообще с луны он сказал и вдруг пришли нет вы пользователь вы органично переключаетесь и полно из народу которые ну буквально там за пару недель но зависит от общего уровня подготовки конечно кто за пару недель кто за пару месяцев а кто и за пару лет уже поработав пару лет он только начинает по-настоящему понимать что он делает тоже бывает но вопрос то у нас какой вопрос как лучше подготовиться значит есть два способа в принципиальном плане первый способ в принципиальном плане состоит в том что у вас времени достаточно много и вы обучаетесь тестирование до такого уровня тестирования прикладного программного обеспечения до такого уровня чтобы начать работать там где вы живете и мы видим очень 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 много людей которые подучились в разные комбинации кто-то почитал книжечку посмотрел видео кто-то пошел на курсы вот сегодня у меня был паренек я ему резюме делал из донецка что он там в академии шаг брал курсы по тестированию перед тем как приехал как хорошо значит много чего есть да и в москве и в киеве и там харькова и львови где хочешь есть курсы значит они пошли на курсы они пошли начали работать мне все время пишут люди я может быть вижу их гораздо больше чем нормальный чек их видит но я все время получаю письма откачек пошел начал работать либо он там материал наш использовал либо я его вдохновил там своими видео там я не знаю но это вариант чем моложе человек тем лучше чем более техническое образование у него тем лучше чем лучше он владеет английским языком тем лучше чем больше он классов до этого набрал по программированию или веб-дизайну или там я не знаю системного администрации тем лучше но в итоге он пошел нашел работу вот на днях я вам показывал молодого человека из москвы который закончил университет московский и тут же пошел нашел работу потестировать и он говорит что полно работы и что людей не хватает во всем чем москве так вот мы видим что да на украине нам говорят что как бы слишком много увлекающих тестированием поэтому рынок как-то они подорвали немножко не знаю итак первый уровень на котором вы можете оказаться это уровень найма вы начинаете работать в профессии прямо там где вы живете тут у вас открывается сразу много возможностей первая возможность когда вы приедете в соединенные штаты вам уже не надо на курсы ходить вам вам ничего такого не надо бы просто резюме там подделали и пошли есть работа и совершенно обязательно иметь американский опыт если у вас есть там скажем заграничный вполне достаточно теперь некоторые если у них образование позволяет там получать рабочую визу значит они могут получить рабочую визу хотя мы знаем что сейчас этот процесс довольно такой сложный и так это первый уровень уровень найма второй уровень когда вы говорите вот я там через год поеду вот у меня там какой-то план как я это сделаю вот что я могу сделать там в течение этого года или в течение этого полугода сделайте то что вы не в состоянии сделать здесь на месте то есть займитесь фундаментальными серьезными вещами тестирование вот там тест кейсы и баги порты там виды тестирования цикл разработки там софтвор и так далее это мелочевка это пыль на сапогах мы вас этому научим за пару месяцев если вы сами не захотите этому научиться там читая книжки или смотря видео но чему мы не сможем вас здесь научить это более серьезным вещам которые на самом деле имеют больше ценности чем вот это всякий человек когда он приходит на на рынок у него есть два вида валью которые он приносит вот его ценности значит есть ценность который нарабатывается за за всю жизнь за за продолжительное время а есть то что вот как бы полировочка такая которая барахоткой наносится там за пару-тройку месяцев вот мы делаем полировку понимаете мы не можем лодыря за три месяца превратить в трудолюбивого человека мы не можем человека как бы не развитого сделать развитым мы не можем я не знаю там много чего но так вот повернуть можем когда есть что повернуть совершенно другой разговор по этим а так там конечно тест кейсы баги порты там терминологии все такое это несложно поэтому если у вас есть время и вы чувствуете себя как бы в силе особенно если вы молодого вы просто обязаны обязаны я даже не не говорю там обязаны изучать программировать это может быть просто какой-нибудь язык это может быть python например python или руби или на печке даже джау я не знаю для тестера собственно джава не не так актуально может быть как вот скажем тот же поэтому вы можете учить просто язык программировать вы можете учить например такую область как например там в веб-девелопмент какой где вы не просто на каком-то языке пишите но вы создаете продукт то есть какой-то веб-сайт он как-то функционирует если у вас на это силы есть и как бы настроение тогда изучайте веб-девелопмент тоже очень-очень неплохо пошел веб-девелопмент включает в себя много всякого там в том числе какое-то кодирование вот фундаментальные вещи чем больше фундаментального вы значит подберете тем легче вам потом будет во всех отношениях если вы захотите быть там в тестировании программного обеспечения очень хорошо например там под юниксом чем до перл шелл скрипт изумительно очень 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 здорово специфически для мобилок конечно можно было бы я бы может быть делал это потом то есть сначала бы что-то более фундаментально а потом боже что нибудь такое для мобилок там какой-нибудь я не знаю объектив сито может быть но чтобы он уже лег на что-то чтобы не с нуля вот вот такой путь все форумы иммиграционные но просто любой включая наш канал который даже и не форум в общем-то забиты заполнены вопросами что учить какой язык программирования учить и сам не знает для чего но неважно чем какой язык программирования вот я примерно на это ответил понимаете значит если вы хотите быть в тестировании учите пайтон руби они похожи очень можете учить один и второй там посмотрите они очень похожи там команды юникса и под юниксом таблетен на перли перл под юникс вот собственно я не знаю больше то вам и не надо для тестирования вы можете конечно начать изучать инструменты автоматического тестирования скажем selenium но платье если вы в веб драйвер сиро не был правильно если бы не не тестеры еще если вы не понимаете что такое тестировать ну вот предметно то инструмент для автоматизации тестирования для вас не имеет смысла особо поэтому я бы не столько увлекался инструментом сколько вот вы кодированием как таковым когда у вас есть в руках кодирование не не бог есть какое вы же не должны быть программистом чуть-чуть когда вы немножко чуть-чуть можете делать кодирование и вам дали инструмент для автоматизации тестирования вы не вскочили за несколько дней и побежали вот и все там собственно и делать то ничего если фундаментальные вещи на месте пусть даже на таком базовом уровне дальше уже очень хорошо скачется вот наверное и все что я хотел рассказать так что успехов всем тем кто изучает тестирование и тем кто совершенствуется в нем уже работая и всем тем кто хочет изменить свою судьбу свою карьеру всем успехов